В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В этом году свое 20-летие празднует Видновский троллейбусный парк. У меня два первых рейса, выезжаю по четвертому маршруту, затем я перехожу на первый маршрут. В Ленинском городском округе успешно реализуется московская областная программа по предоставлению жилья детям-сиротам. Мне кажется, это важнейшее событие в жизни любого человека, вне зависимости от возраста. В Лопатинской средней школе прошли антитеррористические учения. В Лопатинской школе учебная эвакуация. Обнаружен подозрительный предмет. Видновский троллейбусный парк был построен в 2000 году. Экологически чистый транспорт сразу оценили жители города благодаря доступности и удобству передвижения. В этом году предприятие празднует 20-летие. Наша съемочная группа побывала на торжественном мероприятии, посвященном юбилею троллейбусного парка. 9 сентября состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею Видновского троллейбусного парка. Первой поздравила собравшихся руководитель предприятия Ольга Киндина. Юбилей предприятия надо воспринимать как юбилей каждого из нас. Это как мое день рождения, как день рождения ваше, но только нам всем сегодня 20 лет. 20 лет нашему труду на благо нашего города, 20 лет ежедневного вкладывания всех своих ресурсов в жизнь этого парка. Каждый день сотрудники троллейбусного парка вносят большой вклад в развитие городского транспорта. Работников предприятия поздравил заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Я хотел бы, чтобы наше предприятие, предприятие нашего муниципалитета сохранило свою мощь, свою историю до тех пор, пока это будет необходимо. А транспорт – это источник жизни, источник движения, источник поставки, он будет необходим всегда. 20 лет назад в нашем городе начали работу первые троллейбусы. Сейчас на линию выходят 15 единиц этого транспорта, которые ежедневно перевозят около 8 тысяч пассажиров по четырем маршрутам. На предприятии трудится 128 человек. Все троллейбусы укомплектованы навигационной системой контроля за движением на линии, что позволяет диспетчерам оперативно принимать решения в случае с заторами на дорогах и аварийными ситуациями. В 2016 году для безопасности пассажиров заработала система регистрации и видеонаблюдения. Почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками были награждены на праздничном мероприятии сотрудники автотранспортного учреждения. Среди них водитель троллейбуса Ольга Дзюба. У меня два первых рейса. Выезжаю по четвертому маршруту, затем я перехожу на первый маршрут и обслуживаю первый маршрут. Улица Заводская, Советская, проспект Ленинского комсомола. Мастер производства Анатолий Иванов работает с самого основания Видновского троллейбусного парка. Отмечает, что на предприятии очень дружный коллектив, а это всегда залог успешной работы. Есть руководство, которое помогает нам, выбивает запчасти, выбивает все. И директор помогает, и главный инженер помогает нам. Ну, обид нет, ничего нет. Все вовремя поставляют. Мое главное дело – сделать троллейбус и выпустить на линию. С каждым годом совершенствуется и обслуживающий парк технологии. Появилась современная мойка, которая помогает поддерживать чистоту троллейбусов. В период пандемии она сыграла огромную роль в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что в Видном этот экологически чистый вид транспорта не теряет своей актуальности и популярен среди жителей. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе успешно реализуется московская областная программа по предоставлению жилья детям-сиротам. Так сегодня глава муниципалитета Алексей Спасский вручил ключи от квартиры Георгию Мусорину. Три дня назад молодому человеку исполнилось 18 лет. Он находится на попечении у приемных родителей, которые до сих пор не верят, что у приемного сына теперь есть своя жилплощадь. Георгий на хорошем счету в колледже получает образование по специальности механик. Планов на будущее не строит. Говорит, вначале надо обустроить новую квартиру. Мебель купить, не знаю, всю санчасть, я не знаю, ну все купить для квартиры, чтобы там жить. Еще не осознал, что у меня есть квартиры, и не знаю, а так рад. Квартира Георгия Мусорина находится в микрорайоне пригород Лесное. Однокомнатная, но достаточно просторная, почти 34 квадратных метра. Район современный, дом новый, развитая инфраструктура. Никаких технических сложностей мы с этим не видим. Мы приобретаем квартиры в новостройках, ну и соответственно от администрации наша задача, чтобы все случилось вовремя, ну вовремя и в срок. Мне кажется, это важнейшее событие в жизни любого человека, вне зависимости от возраста, что я сказал в самом начале нашего сегодняшнего общения. Свою квартиру по достижении 18 лет получает каждый житель Ленинского городского округа, оказавшийся в похожей трудной жизненной ситуации. На основании приказа Министерства образования Московской области муниципалитет обязан обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году в округе ключи получили уже пятеро ребят. До конца 2020 года их выдадут еще четверым. В Лопатинской средней школе обнаружено взрывное устройство. С таких слов начинался сценарий антитеррористических учений, прошедших в учебном заведении. В ходе них отрабатывалась совместная работа сотрудников образовательного учреждения, силовиков, сотрудников МЧС. В Лопатинской школе легкий переполох. Звонок еще не прозвенел, а ученики дружно, но без суеты покидают кабинеты школы. А все потому, что включено оповещение. Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть оповещение согласно плану эвакуации. На самом деле пожара никакого нет. Причина, по которой ученики и преподаватели покидают помещение, намного серьезнее. Обнаружен предмет неизвестного происхождения. Вестибюль в школе. Именно так начались антитеррористические учения. Потенциально опасное место огораживают и ОЧП тут же сообщают специальным службам. В Лопатинской школе учебная эвакуация. Обнаружен подозрительный предмет. Солнечный бульвар дом 8, строение 1. В считанные минуты у здания появляются полицейские машины. Силовики оцепляют школу и предварительно изучают опасную находку. Время выполнения всех действий фиксируется специалистами отдела территориальной безопасности округа. По сценарию тренировки в фойе учебного заведения обнаружен подозрительный предмет. Есть мнение, что это может быть взрывное устройство. Теперь задача всех служб и школы, и силовиков, и МЧС сработать четко и слаженно. Именно для тренировки взаимодействия различных служб и сделаны эти учения. Они проводятся на постоянной основе и охватывают самые разные объекты. Все такие тренировки, подобные аналогичные, проходят на разных объектах, которые вызывают наиболее обеспокоенность в нашем округе, так как они являются наиболее беззащитными перед лицом опасности, которая представляет терроризм. Эти объекты социального назначения, образовательной организации, объекты культуры и спорта. Вскоре появляется сотрудник кинологической службы. Несколько раз собака, натренированная обнаруживать взрывчатку, проходит мимо свертка, но условного сигнала не подает. Опасности находка не представляет. Собачка обнюхала предмет и не подтвердила. Вскомый целевой запах. Взрывчатых веществ нет. Лопатинская школа выбрана не случайно. Именно на таких недавно построенных объектах, по мнению силовиков, и необходимо прежде всего проводить подобные тренировки. Директор работы подчиненных удовлетворена. Я считаю, что наши педагоги проявили максимальную такую собранность, и дети были выведены вовремя. Дело в том, что вот этот предмет был обнаружен на центральном входе, и люди были перенаправлены. Дети были выведены без паники и спокойно. После проведения всех антитеррористических мероприятий ученики возвращаются в классы. Теперь специалисты рассмотрят, соблюдены ли все необходимые регламенты, в том числе и по времени, и подготовят отчет о работе всех участников тренировки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Осень – время финальных игр чемпионата России по мотоболу. Однако в этом году в связи с пандемией его отложили на неопределенный срок. Но спортсмены продолжали свои тренировки, чтобы в любой момент быть готовыми к участию в соревнованиях. В конце августа Министерство спорта разрешило провести Кубок России по мотоболу. Его открытие прошло на стадионе «Металлург». В предыдущие годы Кубок России по мотоболу проводился преимущественно в мае. В этом году в связи с постепенным снятием ограничений Министерство спорта разрешило провести первенство в первый осенний месяц. Заявку на участие подали пять команд. Первые игры состоялись во вторник. Среди них – встреча видновского «Металлурга» и «Колоса» из Ипатова. По первому периоду, в принципе, игровое и детальное преимущество было у «Металлурга». Но, тем не менее, «Колос» – это наш давнейший последний семи лет соперник, поэтому расслабляться, конечно, нельзя. «Колос» является призером Кубка России 2019 года. За первое место его спортсмены ежегодно борются с «Металлургом», побеждавшим в турнире с начала века. Это главный соперник, там три человека, кандидаты в сборную России и действующие игроки. С ними у нас всегда конкуренция. Регулярные тренировки подготовили спортсменов «Металлурга» к игре с серьезным соперником. Усложнила встречу дождливая погода. Мяч был тяжелым и скользким, из-за чего не всегда можно было точно задать его направление. Привычная, конечно, атмосфера у нас выплатывала жиром. Не привыкли к такой погоде. Ни дождь, ни ограничения, связанные с пандемией, не остановили любителей мотобола. Команды усиленно тренировались, чтобы в любой момент быть готовыми к внутрироссийским турнирам, а болельщики внимательно следили за соцсетями. На Кубок России им приехать разрешили, при условии соблюдения санитарных норм. И трибуны стадиона вновь наполнились зрителями. Мы из города Пушкина, Московской области. Каждый год приезжаем, и даже погода нас не остановила, потому что мы соскучились по мотоболу. Так его долго задерживали, наконец, слава богу, разрешили. Одной из важных причин – это потому что я участник этого клуба, но я никак не могу не поддержать свою команду. Я должен прийти, несмотря на погоду, поскольку они играют в эту погоду, а я не могу сидеть дома. Как и ожидалось, игра была напряженной. Счет открыл «Металлург» во втором периоде, на что спортсмены «Колоса» ответили практически сразу. Игра закончилась победой «Видновского клуба» со счетом 4-2. Впереди еще несколько матчей. Финал Кубка России по мотоболу пройдет в день города Видное 12 сентября в 15.00. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжает свою работу проект «Стихи живут», организованный сотрудниками районного историко-культурного центра. В ходе него представители различных трудовых коллективов читают произведения русских поэтов. В этот раз стихи оживляли сотрудники территориальных управлений города Видное. И стихотворение они выбрали как раз к рядущему дню города. Многочисленные документы и работа с обращениями граждан вряд ли способны настроить на лирический лад. Тем не менее, проект «Стихи живут» в очередной раз доказывает, везде есть место для творчества. В этот раз сотрудники видновских территориальных отделов прочтут произведения Натальи Власовой, члена Союза писателей России, обладателя многочисленных литературных премий. Это стихотворение она посвятила родному городу Видное. Город наш подобен бригу у столицы на причале. Город наш похож на книгу, что раскрыта лишь в начале. Океан под келем брига и прекрасен, и опасен, Но захватывает книга, хоть сюжет порой не ясен. Нам листать ее страницы, нам писать ее совместно. Да, придется потрудиться, нелегко, но интересно. Идеалы не забыты, паруса наполнил ветер, Шелестят на школьной липы, у пруда играют дети. На Георгиевском храме купол с золотом сияет, А на небе, будто в раме, светлый облик проступает. Более года существует проект «Стихи живут». За это время в нем приняли участие военные волонтеры, водители и рабочие, учителя и учащиеся от городского округа. Всего более 60 человек. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!